Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире ведущей в студии Ирина Чекунова. Совместно с сотрудниками ГИБДД мы начинаем, вернее, продолжаем новый цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2022 году только в Твери будут отремонтированы более 60 километров дорог. Кто будет производить ремонт и каким будет его качество? Об этом и многом другом поговорим сегодня. Мой собеседник Игорь Николаевич Новожилов, заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Здравствуйте, Игорь. Добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем с общей аварийности. Прошло уже 4 месяца с начала 2022 года. Что он показал? Что показал этот Новый год? Да, спасибо. На сегодняшний день у нас на дорогах области зарегистрировано 341 дорожно-транспортное происшествие, в которых 49 человек погибло и 439 получили ранения. Из основных видов дорожно-транспортных происшествий, как всегда, у нас остаются столкновения. В столкновениях погибло 27 человек и 276 получили ранения. Вторым наиболее часто встречающимся видом ДТП у нас является наезд на пешехода. 14 человек погибло у нас, произошло общее количество, 76 ДТП и 65 пешеходов получили ранения. Это основные виды ДТП, которые фиксируются на территории области. Что касается, если возьмем город, наш областной центр, то у нас на сегодняшний день 113 ДТП, у нас уже 7 погибших в городе. Это больше по сравнению с прошлым годом? Это по сравнению с прошлым годом в уровень идем примерно. Но если брать прошлый год, у нас всего за год погибло 25 человек. Мы росли по показателям, что не характерно, потому что, как говорят, дороги лучше становятся. Но количество погибших у нас достаточно большое на территории областного центра. И несмотря на то, что тут введены определенные ограничения в движении, скоростной режим ограничен на многих участках, да и вообще правилами дорожного движения у нас введено ограничение 60 км в час, не более движения. Но они все соблюдают, конечно. Да, конечно, у нас не все участники дорожного движения соблюдают. В связи с чем вот такие показатели. Мы, конечно, поговорим, как вы сказали уже дальше, о тех мерах, которые будут предприниматься, в целях для того, чтобы все-таки эти показатели были меньше. И вот тот проект, о котором вы сказали, безопасные, качественные дороги, он был достигнут. Но если мы говорим о наездах на пешеходов, и что характерно возможно для областной столицы, это несоблюдение пешеходами правил перехода дороги, или это, опять же таки, невнимательность водителей? Что здесь на первом месте? В первую очередь, это несоблюдение пешеходами требований правил дорожного движения, так как большое количество ДТП, ну, основное из всех, что я сказал, это наезд на пешеходов в этом году в городе 38 ДТП, 3 человека погибло, и 38 получили ранения. Все они, ну, большинство из них произошли вне пешеходных переходов. Есть и на пешеходных переходах дорожные транспортные происшествия, но все равно это большое и в темное время суток, что, опять же, характерно для того, что люди, пренебрегая условиями безопасности, правилами передвижения по дорогам, подвергают свою жизнь опасности, соответственно, передвигаются вне обочин, вне тротуаров пешеходных дорожек, идут с наушниками, с капюшонами, тем самым ограничивая себе обзор и все-таки не убеждаются в безопасном переходе вне пешеходного перехода дороги. У нас четко правилами дорожного движения прописано, что пешеход должен убедиться, что его, что вблизи нет транспортных средств. Просто выйти и посмотреть, постараем. Да, или остановившие, или транспортные средства его пропускают. Это вот основные правила жизни, как говорится. Поэтому тяжесть впоследствии у нас достаточно высокая от этих дорожных транспортных происшествий. Вот продолжая тему, все равно для безопасности дорожного движения, тем не менее, да, ведь в городе установлено очень много новых светофорных объектов, да, сделаны и лежачие полицейские, и пешеходные дорожки, зебры так называемые. И все равно, да, уже даже оптимизирована работа светофоров. Да, у нас на постоянной основе идет оптимизация работы светофорных объектов. На протяжении уже третьего года мы оптимизируем светофорные объекты. Вынужденно, вынужденно, я же это еще раз подчеркиваю, вводится отдельная фаза для движения пешеходов, так как ранее большое количество ДТП фиксировалось по причине того, что водители не пропускают пешеходов, поворачивая направо или налево движущихся по пешеходному переходу. Теперь зеленая улица просто открывается. Да, зеленая улица открывается, и пешеходы идут отдельно от транспорта. Я подчеркиваю, что может быть и создаются, не может быть, а они создаются затруднения в движении тем самым, потому что увеличивается цикл работы светофорного объекта. Но другого, к сожалению, пока выхода нету. Там, где это не сделано, установлены специальные секции светофорные. Ну, как в простонародье говорят, просто по-русски это моргающий пешеход. Для чего это сделано? Для того, чтобы водители были своевременно усведомлены о том, что поворачивая подмигающую секцию направо или налево, там идут пешеходы. То есть водится там, где низкая интенсивность движения пешеходов. Вот эта секция водится там, где низкая интенсивность движения пешеходов. И она работает только тогда, когда для пешеходов горит зеленый сигнал светофора. В противном случае эта секция гаснет. А еще вот на светофорах появились вот такие вот изображения переходящего человека, предупреждающего. Еще многие меня вначале спрашивали, что это за человечек такой. Это значит, что вблизи есть пешеходный переход. Вот я еще раз подчеркиваю. Это вот как раз я говорю про эти светофоры, секции светофоров, дополнительная секция светофоров, для того, чтобы водителя предупредить, что есть пешеходный переход. Если он моргает со стрелочкой направо, значит направо пешеходный переход. Если он налево стрелочка, значит слева. И еще раз подчеркиваю, она работает только тогда, когда для пешеходов горит зеленый сигнал, когда пешеходы переходят дорогу. Ну, еще раз просто наших водителей предупредили, чтобы были внимательнее, да? Кстати, Игорь Николаевич, оправдывает себя вот эта вот зеленая, организованная зеленая улица на самых оживленных светофонных площадях, и вот когда вот все идут в одном направлении вместе, вот, допустим, тот же речной вокзал, да, там постоянно люди идут. Снижается там количество раненых и погибших? Вообще во всех местах, где вот эта зеленая волна введена для пешеходов, снижается количество наездов на пешеходов. Да, есть определенные трудности с организацией зеленой волны, может быть, по всем улицам. Допустим, водитель начинает двигаться от одного пешехода, от одного светофорного объекта, подъезжает к другому, и там у него горит красный сигнал, потому что светофоры здесь необходимо синхронизировать. Но и в этом году планируется, пока не буду забегать вперед, что ряд улиц у нас будет работать как умный светофор, то есть пропускать транспорт сразу же по зеленой волне, как говорится, и пешеходы будут оденены, потому что и взаимосвязаны, то есть светофоры будут взаимосвязаны. Если зеленая волна загорелась, то транспорт дальше будет есть. Это действительно существенно окажет влияние на повышение пропускной способности наших городских улиц. Лежачие полицейские перед детскими объектами, перед школами, перед детскими садами, они также в тренде, что называется, устанавливаются? Или это уже вчерашний день? Нет, лежачие полицейские, как правильное их название, искусственные неровности, устанавливаются, должны устанавливаться, и устанавливаются у всех средних и детских общеобразовательных организаций. То есть законодатель у нас четко предусмотрел о том, что дети должны быть обеспечены, безопасность детей должна быть обеспечена вблизи данных организаций. Соответственно, у школ и садов за 10-15 метров нормы постановлено, что должны быть искусственные неровности. Искусственные неровности, как их две, может быть с одной стороны от пешеходного перехода и с другой. Также и она может быть одна, совмещенная с пешеходным переходом. Поэтому эта работа будет продолжена. Она у нас продолжается уже давным-давно. Несколько лет идет. И школы, на самом деле, я по своему виду не вижу, что все-таки в этом плане они преображаются по сравнению с тем, что там было лет даже 5 назад. И безопасность детей здесь обеспечивается. Ну, то есть это все делается в рамках той же реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Игорь Николаевич, мы в предыдущих минутах нашей программы говорили о светофорных объектах, о безопасности пешеходов. Что нового мы можем сейчас предложить участникам дорожного движения относительно светофорных объектов в том же областном центре? В областном центре, что я хотел бы сказать о том, что в текущем году уже у нас в очагах аварийности, которых мы еще остановимся более подробно, я думаю, установлены новые светофорные объекты. Это пересечение набережной реки Лазури с 15 лет октября, Складское освобождение и Горького коннозаводской. Соответственно, Горького коннозаводской у нас светофорный объект с кнопкой вызова, то есть пешеходы, подойдя к пешеходному переходу, нажимают на кнопку, переходит. Это сделано для того, что у нас там фиксировались наезды. Складское освобождение – это у нас вообще большой очаг был аварийности. Сейчас светофор работает в штатном режиме. Соответственно, дорожно-транспортных происшествий мы не зафиксировали. Лазурь, набережная реки Лазури, 15 лет октября. Светофорный объект сейчас работает в желтом мигающем режиме. Однако в самое ближайшее время, в самые ближайшие две недели он будет включен в режим. И пешеходный переход, который там рядом был расположен, он смещен ближе будет к перекрестку, тем самым обеспечивая безопасность пешеходов в этом месте, где нами также фиксировались дорожно-транспортные происшествия, в которых участники дорожного движения получали ранения. Ну то есть все продолжается по прежней схеме, устанавливаются светофорные объекты там, где регистрируется большее количество аварий. Да, действительно так. Кто регистрирует, звонят ли люди вам относительно того, чтобы с просьбой поставить там или иначе светофорный объект, и как вы взаимодействуете здесь с администрацией города? Знаете, люди, спасибо участникам дорожного движения, гражданам, которые проявляют активную гражданскую позицию. В основном у нас поступает много обращений, где граждане предлагают и высказывают свое мнение по установке светофорных объектов, разных по режимам работы светофорных объектов. Где-то не хватает фаст для, ну как говорится просто на народе, секунды для перехода пешеходами. Поэтому здесь мы действительно смотрим на целесообразность, оцениваем и принимаем решения. Хотя вот хотелось бы сказать, есть и обратное мнение, что заставили все светофорами и тем самым создали коллапс, и безопасность здесь не обеспечивается. Да, я зашла от водителей. Да, действительно, ну это в основном, я смотрю, это водители, участники дорожного движения, которые не являются пешеходами, и тем, которым надо куда-то быстрее добраться. Мы прекрасно понимаем эту обеспокоенность, и я уже подчеркивал, что прорабатывается вопрос работы зеленых волн, для того, чтобы водители смогли быстрее добраться к своему месту назначения. Поэтому здесь определенные решения принимаются. Решение о принятии, об установке светофорных объектов принимается, как правило, совместно. Либо это комиссия по безопасности дорожного движения при администрации города, созданная. Либо это наше предложение, либо это предложение администрации. Совместно принимается решение, и определяется очередность, где в первую очередь этот светофорный объект необходим, где этот светофорный объект может там чуть подождать, и установлен быть позднее. Но, тем не менее, это все делается в рамках стандарта, так как у нас по стандарту дороги с полосным движением, где имеется пешеходный переход, ну, допустим, я так время расскажу, 6 полос, и пешеход идет. Вы представляете, как не обеспечена безопасность пешехода, когда такое движение транспорта, и пешеход идет через 6 полос. Один пропустил, и другой не остановился. Да, как это часто бывает, к сожалению. Как это часто бывает, поэтому лучше немножко подождать, и для того, чтобы пешеход свободно закончил свой маневр перехода. И та статистика, о которой мы говорили в предыдущем, чуть выше, поэтому у нас была действительно не такая. Взаимодействие с администрацией города здесь ведет наверняка и в плане, вот, основной темы нашей сегодняшней программы – ремонта дорог, да? Здесь вы работаете тоже сообща. Да, мы сообща здесь работаем. Как вы уже сказали, более 60 километров дорог будет отремонтировано в этом году. 28 объектов по региональной сети дорог, если касаться немножко области этой региональной дороги. И 49 объектов будет отремонтировано по уличной дорожной сети города Твери. Под объектами, понимаете, непосредственно дорога? Дорога, да, дорога. Либо в городе бывает не полностью там дорога, а какая-то вот часть дороги. И сейчас вот набережная реки Лазури, кто заметил, она ремонтируется частью дороги от 15 лет октября до Московского шоссе, вот, будет ремонтироваться. Мы напомним, что проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», он не первый год существует и уже отремонтировано довольно-таки многих километров дорог. Да, он реализуется с 2019 года. По 24-й. По 24-й год, пока, как, соответственно, с указом президента. За это время уже удалось достичь приведения в нормативное состояние 72% дорог города Твери областного центра. В этом году плановые показатели 80%. То есть, ну, чуть там меньше, но к этому стремимся, 80% будет отремонтирована дорог, всех дорог, имеется в виду всей областной столицы, в соответствии с нормами. Ситуация на региональных дорогах здесь чуть хуже, но, тем не менее, ремонты там также продолжаются. Вот, 32%, даже чуть более 32% дорог, это соответствующий нормативам. Но норматив, это приведено в соответствии с требованиями стандартов норм и правил в области безопасности дорожных движений. То есть, не касается это, может быть, только там дорожного полотна, да, уложили, а это касается и установки ограждений, и светофорных объектов, и знаков. И тротуары, да? То есть, здесь вся инфраструктура. Здесь вся инфраструктура имеется в виду в комплексе. Поэтому на территории города Твери планируется также провести мероприятия по безопасности. Это 80 искусственных неровностей, о которых мы говорили, установить. В основном они у нас все устанавливаются вблизи массового притяжения граждан, ну, за исключением тех, где они обязательно, о чем мы говорили, это средние и общеобразовательные организации. Установить большое количество знаков на региональных дорогах региона. Это основное, это ограждение, которое на участках с высокими насыпями, где действительно для водителей есть определенная опасность. Жители региона в чем-то в плохом смысле этого слова привыкли, что если делаются дороги, то они делаются к концу года, чтобы освоить средства, кладутся в дождь, а то и в снег, чтобы к Новому году, что называется, успеть. Сейчас такие работы, они растянуты, скажем так, на целый год, да, то есть нету такой, нету аврала, нету спешки. И что касается качества, что здесь мы можем сказать? Ну, качество, я думаю, оценят специалисты. Мы оцениваем безопасность дорожного движения. А что касается вот производства работы в осенние, когда к зимне, в этом году и предыдущие годы, вот у меня на памяти нет такого, что работы именно у нас в зиму, зимой производились. Сейчас контракты отторгованы, подрядчики уже приступили к ремонтным работам, поэтому я думаю, что в сезон, в сезон благоприятный, работы будут завершены. То есть дурная практика, когда дороги, асфальт сходят вместе с весенним снегом, вот такого больше, надеемся, не будет. Да, надеемся, да. Вернемся к очагам аварийности, Игорь Николаевич. Вот самое интересное, что вот, как мы уже тоже об этом говорили, что новые дороги, шикарный асфальт, да, живи, езди и радуйся. Так нет, почему-то увеличивается число аварий, это увеличение скоростного того же самого режима. Человек едет, чувствует, что вольготно, и можно дуть не 60, а все 100. Да, у нас в очагах аварийности, я бы вкратце скажу, что по итогам прошлого года у нас в городе зарегистрировано 20 очагов аварийности. Это в основном, в основном все светофорные объекты. Благоева Шмидта, Благоева Красина, Петербургская шерзая площадь Конституции, Орджоникидзе, Склистково. В общем, достаточно много очагов, не буду все перечислять, в которых у нас зафиксировано более трех ДТП одного вида, в которых участники дорожного движения получили ранения. Что касается очагов. Здесь основное мероприятие уже запланировано. Разработана, как говорится, карта, можно так, наверное, сказать. Какие мероприятия будут в каждом очаге сделаны. В основном, в основном, как мы, помимо того, что мы уже сказали, это установка светофорных объектов, там, где их не было, где они есть, это модернизация. Модернизация работы светофорного объекта, выделение дополнительных фаз, установка дополнительных стрелок для осуществления поворота. Ведь основное, что происходит, водители при осуществлении поворота, при отсутствии отдельной фазы для стрелки, как говорится, для осуществления поворота, они просто-напросто не пропускают. И происходит основной вид ДТП, о котором мы говорили, и это, конечно же, столкновение. Поэтому здесь все запланировано. Надеемся, что это все будет выполнено. И все эти очаги аварийности, которые 20 имеются, по крайней мере, в этих местах, они будут минимизированы. Здесь уже нужно просто внимательнее быть на дороге, о чем мы говорим уже не первый год. Если взять апрельское ДТП со скорой помощью, еще раз возможно обратиться к участникам дорожного движения, что скорая едет не на праздник, что называется, а помогать людям. И здесь надо просто быть внимательнее. Да, соответственно, надо просто поменьше включать музыку, для того, чтобы своевременно услышать специальный звуковой сигнал, который... А там у того водителя была игра... Ну, там я сейчас не буду говорить, идет следствие, поэтому следствие сделает свои выводы. Но тем не менее, для того, чтобы своевременно пропустить машину со спецсигналами, движущимися, надо быть предельно внимательными. Соответственно, не разговаривать во время движения и при придвижении к особо каким-то крупным перекресткам по телефону. Сосредоточить свое внимание на приближающемся, на приближении к пешеходному переходу или к перекрестку, для того, чтобы своевременно пропустить машины специальных служб. Мы сейчас перешли в лето, на улице стало светлее. Тем не менее, решены, решаются ли достаточно вопросы освещения городских улиц? С освещением вопросы решаются. В прошлом году вы видели, что большой объем сделан был по освещению Бурашевского шоссе. Оно все было освещено до трассы Москва-Санкт-Петербург-М10-Россия. И проведены работы по московскому шоссе. Конечно, может быть, как хотелось бы все, вот так вот, чтобы все было освещено. Такого не происходит. Но, тем не менее, работа в данном направлении ведется. И на участках освещенность становится ярче, лучше. И тем не самым повышается безопасность дорожного движения в ночной период. Скоро лето, дети пойдут на каникулы. Может быть, ваше обращение еще к родителям и к самим ребятишкам относительно того, на что нужно прежде всего обращать внимание? Прежде всего обращать внимание надо, что касается детей, это надо поведение на дороге не забывать. Все правила основные, о которых мы говорили, передвижение по пешеходам, тротуарам, должны быть соблюдены. При переходе проезжей части все наушники должны быть убраны. Для того, чтобы видеть и сосредоточить свое внимание, потому что бывают и звуковые сигналы подают, потому что в наушниках это очень сложно услышать. И при дождливую погоду пешеходы, которые передвигаются, должны капюшон снять и убедиться, что справа, слева их транспорт пропускает. По крайней мере, четко понимать, что вам все уступили дорогу. Что касается родителей, сейчас поедут все отдыхать. И в летний период времени я хотел бы обратиться к участникам дорожного движения и сказать, что дорожные знаки у нас имеют приоритет над разметкой, что запрещающие знаки у нас, где нет разметки, сейчас она еще не нанесена дорожными организациями, что у нас есть запрещающие знаки, где обгон запрещен. И на таких участках выезжать для совершения обгона не надо. Это особенно на загородных трассах. Что знаки действуют у нас до первого перекрестка, либо до знака отменяющего ограничения. Что скорость движения в летний период, она возрастает, как правило, потому что водители себя чувствуют более уверенным на дорогах. И в загородных условиях она, конечно, в разы становится больше. Неосторожное движение рулем в таких условиях может чревато оказаться, потому что машину сразу же сбросит в кювет или еще хуже на встречную полосу. Напомнить, что чем быстрее вы едете, тем более плавными должны быть движения руля. Да, скользкая дорога, что у нас это не только гололед и дождь, от чего, от какого сезона года мы ушли, но и опасной становится дорога при повышенной влажности, при выпадении осадков. Особенно на тех участках, где еще не было ремонта, возможно, износы верхних слоев покрытия с образованием, за стоем там воды. И не только в дождь, но даже и в утренние часы, когда имеется роса, туман падает на дорогу, оседает на дорогу, поэтому это тоже может привести к ДТП. Повороты на дорогах должны быть осуществлены плавно, потому что у нас мы фиксируем очень достаточно много количества ДТП, когда со скоростью он влетает в этот поворот, водитель, и не справляется с управлением, съезжает в кювет. Это особенно для незнакомых поворотов, потому что те, кто ездит по определенному маршруту, они как бы уже знают, где какой поворот. А если вы едете по незнакомой дороге и видите, что поворот, то лучше скорость сбавьте, и она должна быть такой, чтобы вы смогли под любым углом войти в этот поворот. Если не уверены, я еще раз подчеркиваю, значит, не надо обгонять. Лучше помедленнее проехать, пропустить и дальше продолжить движение. Потому что и также прошу обратить внимание участников дорожного движения на своевременное завершение маневров обгона. Не надо двигаться там, где уже пошла сплошная линия разметки, потому что сплошная линия разметки говорит о том, что там уже небезопасно будет выезжать. Потому что лобовые столкновения – это самый страшный вид ДТП, который фиксируется. Старайтесь быть предсказуемы. Вовремя включайте поворотники, для того, чтобы другие участники дорожного движения вас видели. Не забывайте смотреть зеркала заднего вида, особенно тогда, когда уже машина пошла на обгон вас, и вы можете оказаться в мертвой зоне. Важно помнить, что в жаркую погоду, у нас, которая летний сезон, как мы уже говорим, наступает быстрейшая утомляемость водителя. И хочется спать, потому что достаточно много ДТП мы фиксируем по причине сна за рулем, когда водителя засыпает. Поэтому совет здесь все-таки иметь прохладную, холодную воду для того, чтобы своевременно можно было пробудиться. И последнее, что в летний период не эксплуатируйте резину на зимнюю резину. В связи с тем, что в летний период эксплуатация зимней резины понижает управляемость автомобиля. И буквально несколько секунд до конца эфира, Игорь Николаевич, отдельное пожелание, наверное, водителям скутера, это основа подростки, потому что все чаще фиксируется то, что не понимают правил дорожного движения, выезжают, думают, что это развлечение, а в результате страдают люди. Да, страшная действительно картина развивается, когда сейчас у нас по всему городу расставлены самокаты, и достаточно юноши даже начинают управлять этим транспортным средством. Поэтому что посоветовать? Самое главное – передвигаться вне дорог. Есть тротуары, пешеходные дороги, сломя голову, никуда не надо гнаться. При подъезде к пешеходному переходу вы должны, кто управляет этим транспортным средством, сойти с него, перейти, как пешеход, дорогу и только потом продолжить движение. Соответственно, не надо мчаться, как сумасшедшие и пешеходов, как бы столкновение с пешеходами происходит. Будьте внимательны, берегите себя и свою жизнь. Спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Игорь Новожилов, заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Вы слушали программу «Тема дня» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С вами была Ирина Чекунова. Всего доброго. Будьте здоровы. Продолжение следует...